Сейчас всем здесь присутствующим, пожалуйста, вот посмотрите, что конверт целый. Ребят, если кто может, снимайте также телефонами на всяких сетях видео. История заключается в чем? Кто может снимать видео телефоном, не помешает дополнительно. Я когда говорила со своим знакомым юристом, который даже является криминалистом, они, он говорит, они офигели. Это буквально они. Такой наглость никто не ожидал. Да, значит, смотрите, вот целое письмо. Почему я его сейчас открываю на видео? Покажи его, что он целый. Да, вот тут, давай, номер Киев 143-03-143-02-17-052-0. Значит, почему я его открываю? Покажи, что с этой стороны он целый. Вот, целый, да. И дата у нас 10-11 отправлена. А, сегодня у нас? Сегодня у нас 15-е число. 15-е, 11-е, 24-е. Значит, почему я его сейчас, председатель, легко открываю? Потому что я получил на самом деле два письма. Одно отправленное 11-е, 11-е, и вот второе 10-е, 11-е. Значит, смотрите. Содержимое предыдущего письма. Это два абсолютно чистых листа, с обеих сторон абсолютно чистых листа, в котором, ну, что имеется в виду, как бы неизвестно. Нечего им доказать. Значит, смотрите. Я сейчас открываю второе письмо. Потому что у меня есть подозрение, что здесь то же самое. Я вам скажу, почему я так подозреваю сейчас, после того, как продемонстрируют такие же пустые два листа. Ну, надо же, ну, а мы так ожидали. Мы так ожидали, да, честные, нормальные люди, да, демонстрируют. Значит, что это означает? Значит, что это означает? Я сначала, вот, по наивности своей подумал, что это нам таким образом ответили на наше обращение. У нас было два обращения, напомню, заява и звернание. Первое про то, что мы не хотим подписывать кабальный договор с ЖЭКами, хотим стандартный. Второе, это то, что у нас нет никакого желания платить за услугу, платную парковку на своей собственной территории, которую мы не заказывали. Ну, я вот исходил из этого. Но вчера, когда я выходил из дома, мне пришло в Фейсбуке сообщение о человеке в первую очередь, который сказал, вы знаете, вообще, что это может означать? Потому что мне приходили точно такие же письма, когда я проявлял несогласие с ЖЭКом. Я говорю, ну, это, наверное, вот они перестрахуются согласно закона Украины про звернание громадян, в разный, на обидповеде на протязи 30-х календарных дни, на них ответственность в виде штрафа. Это и есть подозревание. Да, да. Ну, мы так думаем. Я подозревал. А она говорит, вы не поняли, я никаких зверней не писала. И тут на меня дошло. Так вот, ребята, вот здесь на этих бумагах белым по белому написано, что я должен принять квартиру. Если я этого не прочел, они у меня через 15 дней заберут квартиру. Офигеть. Да, да, да. Вот такой вот нормальный ЖЭК. Да. Нормальный. Если я сейчас приду, они мне скажут, вы ничего не получали, потому что мы вам ничего не отсылали. Какой-то недоброжелатель. Я считаю, что нужно сходить и это сказать, потому что, мне кажется, мы... Нет, они не...